Can you call crazy? Crazy? Yeah. Еще сегодня девочке был очень странный звонок. Вот тебе сюрприз подставок. Ух ты, какой красивый топик. Девочки, печальная новость. Всем доброе утро, мои хорошие. Мы начинаем новый влог. Как видите, я уже вышла из душа, помыла голову. Сейчас я пойду сушиться, чуть-чуть, может быть, накрашусь. У нас сегодня большие планы. Сейчас у меня буквально через полчаса уже будет английский очередной. В прошлых видео я вам уже говорила, что начала учить английский, нашла интересную школу. И сегодня у нас еще будет шопинг. После английского мы сразу собираемся и идем не на такое, что купить. И, наверное, в торговый центр поедем сегодня. Короче, пошла я себя в порядок приводить, а то начну, как всегда, опаздывать. Та-дам! Прошло одно мгновение, и я уже привела себя в порядок. Все, пять минут остается. До начала английского постараюсь вам подснять что-нибудь. Может быть, услышите мой английский, как я уже разговариваю. На самом деле я замечаю, что с каждым разом, с каждым днем все лучше и лучше. И даже когда я делаю перерывы между обучением и нахожу новую школу и нового преподавателя, я смотрю, что у меня как-то, знаете, после перерыва как будто такой прорыв, как будто скучало мое тело, мой язык, и он как-то с новыми силами как будто начинает общаться. Ну, все довольно легко получается. В общем, побежала, скоро вернусь. I don't like it at all. We can't do it. Crazy? Crazy, yes. Sabina is a careful driver. Yes. She dribbles slowly. Very good. Now, tell me, what kind of people can you call crazy? Crazy? Yeah. I know. It's my ex-friend. Okay. Very good. Interesting. All right. Hello, my darling. How are you? My name is Selena. And I really, really happy to see you. And I wish you a very wonderful day today. Ну, что я могу сказать? Прекрасную школу я нашла, прекрасного преподавателя. Преподаватель у меня вообще очень крутая. Девочка молодая, но у неё с таким багажом она 7 лет прожила в Америке. У неё просто изумительный английский. И с ней так легко заниматься, потому что с ней я чувствую, что у меня прям такой хороший рост идёт. Она мне всё время даёт обратную связь, она меня понимает. Да-да-да. Ну, как бы вообще очень круто. Я с ней чувствую, что я, блин, могу говорить на английском языке. И ещё мне очень нравится, что уроки онлайн, они проходят не где-то в стороннем сервисе, как, знаете, например, по Зуму или по Скайпу мы там созваниваемся с учителями. Ну, вот в прошлых опытах у меня такое было. А здесь прям на сайте, прям в классе. То есть чувствуешь себя, как будто ты реально заходишь в класс, и ты прям вот в классе с какими-то материалами работаешь. И как бы всё есть, все материалы есть, ничего не нужно покупать дополнительного. В общем, всё тебе дают, и ты вот чисто приходишь, как есть, даже просто забежала с улицы домой, и всё, ничего не нужно подготавливать. Просто сядь, нажми кнопку, заходи в класс, тебя там уже ждут. И все материалы есть. И, конечно, на уроках мы проходим и на слух всё это дело, я уже лучше слышать начинаю. И писать, и читать, и грамматика обязательно. Ну, грамматика, кстати, так очень интересно встраивается, что нет такого ощущения зубрилого, да, что я там зубрю эту грамматику. Нет, очень легко, прям, то есть по темам. Преподаватель всегда на каждом этапе останавливается, спрашивает у меня, есть ли у тебя вопросы, всегда даёт мне обратную связь, всегда спрашивает, как я себя чувствую, как вот, чтобы направить урок именно в комфортном таком направлении, чтобы мне было удобно. Ну, прям вот я заметила, что со мной работает конкретный профессионал. Ну, это очень приятно, потому что благодаря ей весь урок проходит в комфортном таком состоянии. И я замечаю, что у меня голова, она прям, знаете, такая в тонусе. То есть, когда я выхожу с урока, я понимаю, что я очень хорошо поработала. В конце каждого урока, кстати, подводятся итоги, я прям наглядно вижу, что мы изучили. Теперь я умею вот это, вот это, вот это. Таким образом, просто очень даже удобно отследить весь пройденный материал, то есть, увидеть свои результаты. Если вы заметили, то мой преподаватель со мной общается на английском языке. Это для меня очень важно, мне его подобрали идеально. А вообще на платформе более 15 тысяч преподавателей, и подбираются они индивидуально по вашим запросам. Это тоже немаловажно, что есть большой выбор. Конечно, еще мне нравится цена уроков. Чем больше покупаем мы абонемент, тем меньше цена за урок. И там есть очень выгодные предложения по обучению. В общем, решила остановиться на этой школе. Называется она Skyeng. Может быть, кто-то слышал, может, кто-то читал. Напишите, кстати, в комментариях, знаете ли вы про эту школу, слышали ли что-нибудь про нее. Может быть, кто-то в ней учится. Студенты, привет! Вообще, в современном мире, мне кажется, английский очень важен. Он должен быть не как наш даже второй язык, а он должен быть основной. Потому что английский язык везде, просто везде. И я, как минимум, общаюсь с рекламодателями очень часто на английском языке. Я вам даже так скажу 50 на 50, чтобы вы понимали. Рекламодатели, которые общаются исключительно на английском языке и русского, совершенно не знают. Поэтому для меня английский важен. И мне кажется, что, в принципе, он важен любому современному человеку в нашем мире. Особенно для людей, которые стремятся к чему-то в этой жизни, которые любят развиваться и повышать свой уровень знаний во всех сферах. Кому интересно, я обязательно ссылочку оставлю под видео на эту школу. Заходите, посмотрите, изучите цены, материал и вообще очень много плюсов, преимущества в этой школе. В общем, кто так же, как и я, всё время ищет школу английского языка, то обязательно обратите внимание на этот вариант. А мне уже звонят, побежала. Вот, кстати, вот так вот выглядит сайт школы. Вот здесь вот у меня класс, сразу вас ждут на уроке, например. Вот здесь домашка у нас происходит. Ну, пока что мне домашние задания не задавали, потому что мой преподаватель знает, что я не люблю домашние задания. Ну, пока мы только начали, она аккуратно ко мне относится, не переутруждает меня. Вот, здесь у нас курсы разные. Курсы, кстати, здесь подбираются разные и по тематикам, и на любой уровень. Посмотрите, сколько курсов всяких разных. Очень много. Вот, здесь также у нас есть практика, словаль, грамматика, навыки, видеопрактика, ситуации всякие разные. В общем, полно всего. Вот, в общем, здесь все можно отследить. Очень понятный, классный сайт, кстати. Опять мои планы немножко поднарушились. Оказывается, что пока я доделала все свои дела дома, да, поучила английский, пока доделала дела, уже и времечко, извините меня. Сейчас у меня практика моя начнется через 20 минут. У меня совершенно в магазин ехать нет просто времени. А сегодня нужно все сделать. Поэтому сейчас прям после практики я потом пойду Дэнью заберу с садика, и мы пойдем это все делать вечером. Просто вечером я не очень люблю, честно говоря, выезжать из дома, потому что машину потом припарковать очень сложно. Чем позже ты возвращаешься, тем сложнее припарковать машину. И вот это мне не очень нравится. Поэтому вечером я стараюсь не выезжать никуда. Но, походу, сегодня нужно будет... Бантик приперся. Бантик приперся, потому что по столу прям ходит. Ой, ластится. Еду просишь, да? Ты же просто так не ластишься. Просто так ко мне не приходишь. Куда лапами... И еще у меня одно очень радостное событие. Я уже пособирала сейчас два пакета. Ну, два пакета, но там четыре вещей, которые нужно где-то что-то зашить, где-то укрепить пуговицы и пришить те, которые оторвались, где-то что-то там еще подправить, заштопать. Где-то у меня этот... Оторвалась на куртке кнопка, надо ее отремонтировать. И у нас, оказывается, в доме... Вообще, я увидела ателье, у нас здесь недалеко, новое открыли. Но в ателье вот так вот идти... Надо узнать сначала цены, все-таки ателье. Они снимают аренду помещения. У них наверняка там цены как-то повыше. А у нас здесь в доме, оказывается, есть швея. И уже, ну, я смотрю в нашем общем чате, я вижу, что многие пользовались и ее хвалили. Вот, я ей сегодня написала. Думаю, ну, прикольно же не выходить даже за вещами, не выходить на улицу и идти там через несколько домов до ателье. А просто здесь выбежал в халатике, да, по лифту. Проехался и забрал свою вещь. Ну, я ей написала сегодня, спросила ее цены. И цены меня так порадовали прям. И классно. Потому что мне на самом деле нет времени сидеть вот так. И вот у Деньки порвался комбинезон. Не знаю, что он там делал. Ну, там аккуратно по шву можно зашить. Ну, в любом случае, я это буду делать рукой. Не знаю, как она это будет делать. Возможно, тоже вручную как-то. Но я реально, мне надо взять и потратить те же 15 минут, 20 сосредоточиться и потратить на то, чтобы зашить вот эту одну вещь. А потом мне нужно на моей куртке одной там, да, укрепить все пуговицы. Приши две, укрепить. Вообще так это не люблю делать. А есть профессионалка, у которого рука набита, она знает, что как делать. Короче, я собрала два пакета. Отнесу ей, скажу, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь все поправить. Там небольшой ремонт, на самом деле. И она придет. И еще Дэньку я сегодня отправила в куртке. Он поднимает руку, а я смотрю, а у него здесь подмышкой прям порвата тоже. Но я уже увидела, когда мы в садик шли. Получается, у него комбинезон вчера порвался. Вот я его сегодня отдам. Может быть, даже сегодня и эту куртку отдам. А когда я ее отдам? Блин. Я же забираю Дэнью, и мы сразу в магазин. Да ешкин кот. Блин. Может, ему куртку одеть пока не очень. Там есть чуть-чуть полегче куртка такая, просто его можно теплее одеть. Ладно, короче, разберусь. Сегодня я хочу отдать все эти вещи ей, чтобы она мне их отремонтировала. Вообще, у меня очень много вещей, просто уже их пораспихала. Тогда там где-то ушить надо, где-то отшить, отстрочить, переделать. И так классно, когда в твоем доме ездишь, и я вообще. То есть у меня такая маленькая радость, что шить не надо самой. Я не люблю шить, не люблю готовить, не люблю убирать. Вообще, я люблю творить. Я люблю творить, творить. И смотреть сериалы люблю. Загорать еще. Нет, даже вот знаете, можно сказать, что ты любишь? Загорать. Я не люблю загорать. Я когда приезжаю куда-нибудь на пляж или еще что-то, честно, для меня это прям столько энергии высасывается, пока ты лежишь на пляжу. Потом купаться. Но я бы не сказала, что я такая любитель воды, прям купаться конкретно такой. Мне нравится больше, знаете, вот с ума атмосфера, антураж. Мы куда-то едем. Даже сами путешествия порой тоже переношу я не очень легко. Ну, интересно просто, знаете, вот прям, вот, а что ты любишь, да? А вот что вот конкретно в этом... Вот кто-то любит купаться, плавать. Я прям вижу, что есть люди, которые прям кайфуют от плавания, да? То есть им они плавают и прям кайфуют, кайфуют. У меня такого нет. У меня что-то свое, другое. Кайфую. Я кайфую от другого. Я могу, например, час чем-то заниматься, очень классным, да? И время пролетает. И у меня нет желания остановиться. Мне хочется этим заниматься. Есть такие вещи, да? Но это явно не какие-то домашние заботы. Ну, вот такая вот я нерадивая женщина. Та-дам! Ой, сегодня прошла сессия. Практика наша. Сегодня был с нами человек, который проверял нашу практику. Сегодня я отработала, помимо того, что я была сегодня колчем, Ну, сегодня у меня были некие такие погрешности. Я там, короче, в общем, кое-что не сделала. И из-за этого все пошло немного наперекосяк. Сегодня я с собой не совсем довольна в практике. Но самое важное, что мне дали обратную связь. То есть профессионал дал обратную связь. И я поняла, где я сделала ошибку. И теперь я эту ошибку в следующий раз прям усилю. А она оказывается очень важная. Я ее вот не проработала, и поэтому у меня пошло все немного не так. Я сначала расстроилась, но потом, когда услышала обратную связь, услышала сильные стороны, правильные вопросы, что я задаю, вижу, как бы что, когда мне стало легче. Очень круто, когда рядом с тобой профессионалы, и люди, которые тебя поддерживают, и как бы видят в тебе большой потенциал. Это очень круто. Поэтому сегодня практика была такая в этом смысле мощная. И помимо этого я еще была в роли клиента сегодня. И я работала с одним своим запросом. Неожиданно со мной работала девочка. Она сейчас учится на коуче, но вообще она психолог. Вот так вот мне повезло. И вообще изначально у меня был запрос один, а в моменте я этот запрос поменяла, сравнив два эти запроса. И я решила делать запрос. Очень важно, я не буду сейчас говорить, о какой именно, но я решила сделать этот запрос. И это был непростой на самом деле запрос. И мы таки пришли к результату. И я просто была в шоке. Это был такой инсайд для меня, что у меня сейчас даже какое-то приподнятое настроение такое. Вот. И я прям скорее-скорее хочу сейчас сходить за малышом. Надо подумать, делать сегодня шоппинг нам или завтра. По большому счету, какая разница, сегодня или завтра. Сегодня или завтра. Сегодня или завтра. Я сегодня, в принципе, все сделала по плану. Я так не люблю вечером выходить. Уже темно, рано темнеет. Я так не люблю вечером выходить из дома, выезжать вот это все. А потом я приеду, не припаркуюсь. Может, завтра прям с утра. Завтра у меня получается свободный более-менее день. У меня нет никаких записей. Может, завтра я встану прям с утра и поеду тогда. И ни на что не буду отвлекаться. Да? Сделаю в первой половине все дела. А во второй половине уже сделаю дела, которые дома. Точно. Так и сделаю. Не поеду, наверное, сегодня никуда. Сегодня так было мощно все. Так было эмоционально. Надо теперь дать себе немножечко отдохнуть. Вот. И, в общем-то, я, да, в приподненном среде, поэтому я сейчас за малым возьму его. Накормлю, как всегда, после садика он хочет кушать. А потом сяду за книгу. Книгу, которую я вам показывала, которую я не так давно купила. И я ее очень хочу начать читать. Я ее прям куда-то убрала. Сейчас я ее прям достану. Так, моя книжная полка. И я, девочки, не могу найти эту книгу, куда я ее в натуре убрала. А, вообще, это что такое? Видите, что у меня тут? Такие штуки для медитации у меня здесь лежат. Вы, кстати, никогда не были здесь у меня, да? Может, я так показывала мельком? У меня вот разные книги классные. Это любимая, да и эта книга. Афоризм. Всякие блокноты. Вот эту книжку прочитала уже. Вот эту, кстати, хочу прочитать. Я ее как-то начала, но не закончила. Это, это, как ее? Забыла, как ее фамилия. Наталья Зубарева. Вот, Зубарева. Это ее самая первая главная книжка там. Так, 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 так. Где моя Ханна? Офигеть, ее здесь нет. И где же она тогда? Я думала, она здесь. Это что за книжечка? Французские дети не плюются едой. Я ее купила в экспрессе. Кстати, 99 рублей. Не прочитала еще. Блин, а это у меня денежки. Это рупии из Индии. У меня их очень много. Вот это здесь у меня 500. А, ну, 500 рупий, это где-то 500 рублей. Чуть меньше, там, на несколько копеек. И у меня вообще целая пачка была, я когда была в Индии. Блин, у меня где-то пачка эта и лежит. Этих денег. Вот еще. Но это мало. У меня прям пачка где-то есть. Там, я не знаю, тысяч пять, наверное, этими рупиями. Девочки, если вы не пробовали, вот никогда вот этот Цезарь Гост Еда. Собачка Гост Еда. Вот просто Гост я вижу всегда и беру, потому что часто вкусно. Короче, я влюблена в этот салат. Но я его беру в точке вкуса. Я не знаю, где он еще продается. Стоит всего 85 рублей. И здесь у нас 120 грамм. Вот я беру сразу два, потому что он реально вкусный. И хочется все время еще одного как-то мало. Но полтора уже я объелась. А всего-то, вы понимаете, получается 170 рублей. Вот 240 грамм. Это круто на самом деле. Хорошая цена и вкусный салат. Попробуйте, если где-то у вас такой будет продаваться. А еще смотрите, что я нашла тоже в магазине точки вкуса. Стоит где-то 134 рубля. Не помню точно, чек не взяла. Кедровое молоко. 45 килокалорий. И там было, короче, три вида. Микс какой-то с орехами. Это, понимаете, нут микс. Вот этот лайт. Я взяла лайт. Меньше калорий. И классик. Короче, реально приятный такой, знаете, вкус. Вот этот вот кедр идет. Мне прям очень нравится. И смотрите, тут вообще без сахара, без глютена, без лактозы. Замена молока, витамины, минералы. Пей, готовь, добавляй. Дорого, конечно, за стаканчик 0,2 литра всего лишь 134 рубля. Это, конечно, дорого. Если литр брать, то это вообще получается. Но я думаю, что его можно добавлять к основному молоку. Или к соевому молоку, как я делаю. То есть просто для вкуса, знаете, как сироп использовать его, а не так прям в него. И вот кофе пить. Классный, вкусный. Прям реально. Чтобы передать вам ощущение. Вот во рту, как будто ты поел много-много вот этих кедровых орешков. Они же очень полезные. И вот такой привкус в кофе будет круто. Находка. Чтобы вы понимали, как события в моей жизни делаются, да, это я пошла книжку искать, да, и пришла к вам уже, я вот тут покушала и пробую кедровое молоко. Я пошла искать девочке книжку, а книжку нигде не могу найти. Вот это ничего себе открытие для меня. Я просто перерывала все, думаю, куда я могла ее деть. Это важно. Я должна ее сегодня кусочек прочитать. Она будет мотивировать меня делать медитацию. После этих книг всегда мне хочется медитировать. А у меня цель начать медитировать на ежедневной основе. Вот. И я, прикиньте, не могу ее найти. Она мне для вдохновения очень сильно нужна, потому что такие книги начинаешь читать, и все, у тебя там мозг переворачивается. И все. И теперь, чтобы мне ее найти, мне нужно начать, короче, тут переворачивать все в доме. А значит, разбирать и все ставить по полочкам, как давно уже я хочу сделать. И прям это меня сильно мотивирует, на самом деле. Вот. А завтра у нас будет шоппинг. Все, я на завтра ничего не планирую. И завтра у нас по любасу будет шоппинг. Еще сегодня, девочке, был очень странный звонок, который немного меня даже сначала испугал. Блин, я вообще не люблю, когда мне звонят еще такое. Короче, звонит человек мне и говорит, здравствуйте, вам звонят с московского РОВД какого-то там района, вроде бы, или не помню. Но я запомнила, что московский РОВД и звонил московский номер. Типа, я сначала говорю, это кто? Здравствуйте, там, такая-то, такая-то. Я говорю, с какой целью? Я всегда вот так, когда мне звонят, не представляются, что откуда, и сразу меня по имени называют. Я говорю, с какой целью? Кто это звонит? Я такой-то, такой-то, с РОВД Московской области, или что-то, не помню, короче. Я говорю, с какой целью звоните? Короче, что-то тут по поводу уголовного дела, уголовного дела по подделке документов. Вот такое, прикиньте. И я такая, а, и тут же говорит, вам знаком такой-то, такой-то, и называют мне фамилиями, имя, отчество человека, о котором я вообще как бы, ну, не знаю, не было в моем окружении никаких таких людей. И вообще я подумала, какие подделки документов, о чем речь вообще? Я с документами, в принципе, кроме паспорта, да, там, права, дел никаких не имею с документами. Вот. И, ну, как бы все, все, что официально сделано, у меня документы, те есть. А, как бы, никаких других документов оборота, никакого-то особенного у меня нет. И я такая сразу думаю, ну, сразу вспоминаю какие-то ситуации, где, ну, людям вот так вот звонят мошенники, начинают их пугать, но, типа, это же страшно. То есть мысль такая, что кто-то там из-за тебя, то есть не из-за тебя, а из-за кого-то, ты, короче, можешь пострадать, да, вот. Типа, что там кто-то на это, и как бы ты начинаешь, типа, по идее выяснять. Но я сразу положила трубку. То есть как только он сказал, что, во-первых, я не поняла вообще, как я связана с каким-то РОВД, это московским, да, какая связь меня с ним вообще вдруг. Потом фамилию называют человека, которого вообще первый раз там слышу, да, и я подумала, что сейчас начнется какая-то обработка на страхах. Ну, и я сразу заметила это такое, знаете, такое легкое какое-то переживание, потому что всегда как-то вот служащие, да, вот в этой области как-то нагоняют в жутье. Вот, и, короче, я не знаю. Но я положила сразу трубку и заблокировала номер, потому что я почему-то уверена, что это какие-то мошенники были. А еще самое интересное, знаете, что это было? На фоне как будто человек находится в колл-центре. Но, по-моему, в РОВД, вот в каких-то таких вещах, там нет звуков, что он в колл-центре находится. То есть там нет, насколько я помню, вот сколько я была в каких-то местах или это, по-моему, там нет на фоне людей, которые общаются там по телефону, и вот какое-то ощущение колл-центра. А здесь было это ощущение. И я такая сразу думаю, так, РОВД и колл-центр тоже как-то не сопоставляются. Но это быстро промелькнуло в моей голове, вместе со страхом каким-то, да. В общем, такое. Я хотела узнать у вас, кому-нибудь звонили подобные вещи, именно не то, что там с карточкой какие-то проблемы или еще, это мы уже все знаем. А вот такой звонок мне поступил, на самом деле, впервые, что какое-то уголовное дело завелось там, по подделке документов, блин, вообще. Трындец. Короче, вот так вот. Такая вот история сегодня была. А потом я такая подумала, блин, что я не включила камеру и не начала дальше общаться. Ну, просто я, честно говоря, была занята, и у меня такой легкий такой ишок был вначале, да, и я быстро предприняла действия какие-то, чтобы дальше не начали как-то воздействовать на меня. Мало ли, они же манипулируют, они же там обладают всякими техниками, чтобы человека напугать, там проработать его возражения какие-то, где-то может в голову залезть, там НЛП, техник всяких, дополнища. Ты не успеешь же глазом моргнуть, как ты уже как бы в какой-то ситуации, как ты туда залез, и идешь и едешь, короче, с ним, по его истории, по его пути, намерениям к его целям. Вот, поэтому, короче, я предпочитаю сразу положить трубку и заблокировать. Напишите о своих каких-то таких историях. Всем доброе утро. А мы с вами на том же месте и в том же костюме. Я отвела Денечку в садик сейчас. Та-да-да-дам! Ну что, мои хорошие, я наконец-таки отправила все посылки. Письмо в Казахстан тоже отправила, открытку. И одна только девочка не появилась у меня. Это та, которая вообще, может быть, появилась, но я посмотрела, что в скринах ее нет. Либо я забыла ее заскринить, адрес, который блокнотик выиграла, со словами мечта. Я уже подписала все это, упаковала, я не могу адрес ее найти. Я уже говорила об этом в Инстаграме, теперь говорю во влоге. Девочка, которая у меня в прямом эфире на Ютубе, выиграла блокнот розовый. Напиши мне, пожалуйста, в Инстаграме. Я потеряла переписку с тобой. Поэтому блокнот лежит пока дома. Все, мы сейчас едем, я все думаю, в какой поехать торговый центр. Но поняла, что мы поедем в Горизонт, потому что там краску надо купить. Там больше выбора краски, несколько магазинов. А если ехать в Оксай, Мега Оксай, то там меньше магазинов с краской. И, возможно, не будет той краски. Еще, если будет, то по суперцене. А в Горизонте, я знаю, вот в Моцарте, Моцарт, по-моему, называется, на первом этаже, там, блин, самая дешевая краска Лонда, которую я только брала. Там у них часто еще какая-то акция бывает. Но даже без акции цена, по-моему, 450 или 460. А в других местах еще дороже. Поэтому все, едем в ТЦ. Сто лет там не было. А еще сегодня был очень прикольный прямой эфир. И такой анонсик к нему сделаю. Я его сохранила. Эфир называется «Утро с Зеленой» или «Утро со мной». Я там с чашкой кофе на обложке. И мы там обсуждали такие темы, как астральные выходы, осознанные сновидения, свободные отношения. Очень прям так подробно и интересно. Мы беседовали на эту тему. Вообще очень душевный получился прямой эфир. Вот прям, когда я, бывает, захожу на полчасика, знаете, ну, чисто поздороваться. Там, как дела, какие планы. Как всегда, как зайдет какая-то тема интересная. И немного о буддийском взгляде. Короче, вот такие классные темы. И очень было круто все. Короче, кому это интересно, эти темы обязательно. Загляните в этот эфир, посмотрите. Ура! Мы в торговом центре. И еще такое парковочное место прям-прям под входом вообще. Я такая еду, нету парковочных мест. И тут выезжает передо мной парень. Так, все, сейчас мы первым делом идем в Ашан. И по дороге как раз будет здесь у нас это... Как я ему скажу? Блин, так хочу снять вот эту маску. Блин, это ужастик какой-то. Краски, краски. Краску куплю, господи. Так все красивенько. Елочки кругом нарядные. Красивые. Людей нет, кайфу. Ускрою маску за волосами. Зашла сейчас один в магазин. Там нету 12,81 краски моей. И самой Лонды нет на 12 оксиде. Мне хочется как-то лондовский оксид использовать. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас еще в один магазин зайду. Правда, там дороже уже на 100 рублей где-то. Или на 150 краска Лонда. Ну, а что делать? Ах, вот тебе сюрприз-подстава. Во втором магазине тоже нет моей краски. 12,81. Трындец. А где еще краски? Тут еще где-то есть, по-моему, в магазин. Я в шоке. Ладно, идем в Ашан. Так, зашла в Глорию Джинсы. Снова ищу я дыньки в штанике. У нас всего двое штанов. Ух ты, дыньки и еще штаники. Посмотрите, какая красота. Бриллианта, золото. Все хочется. Короче, штаники-подштаники. Вот такие еще. Так, часть покупок я отнесла в машину, потому что с тележкой ходить здесь нельзя. По торговому центру. И вот сейчас остатки еще по списку, что нужно купить. Еще кофе у меня закончилось. Кофе мне надо вкусненький купить. И краску, краску найти. Народу нет, как видите, вообще. Я прям очень кайфую, если честно. А как я выгляжу? Хотите посмотреть? Та-дам! Да, я лохматая, короче. Благо расчесалась перед выходом. Жарко мне. Смотрите, какие зимние новинки появились. Да, давайте 03 попробую. Сливочный бергамот. И это латте. А я люблю очень бергамот в чай, например. Сейчас попробую кофе. Все в тиграх, девочки. Все в тиграх и в снеговиках. Везде готовы к Новому году. Смотрите, что-то зелененькое. Идеально. А крысинчиково? Супер. А крышечку? Крышечку. Пока она мне сделала кофе, был какой-то аромат. И я такая думаю, блин, интересно, а чего это аромат? Ну, явно не от моего кофе. Когда она мне его дала, я понюхала. Он так кислиночкой пахнет, кисло-сладким. Мне это так нравится. Короче, классный кофе. Надо попробовать. Если кто-то будет в моей любимой кофейне, обязательно попробуйте. Так, идем в Тезенес. Нужно посмотреть термобелье. Ух ты, какой красивый топик. И какие красивые лосины. Смотрите, белье красивое. О, у меня. Это классно. Белье. Ну, вот был бы купальчик такой. Белье такое с пайетками как-то. Прятать красоту такую. Девочки, печальная новость. У меня садится батарейка. Так, я куда иду вообще? Нет, я оттуда иду. Туда. Да, запуталась. А вот был бы у меня айфон, я бы с легкостью снимала на айфон. На свой телефон, конечно, буду снимать, если сядет батарейка, но на айфон было бы качество лучше. Ты меня спросили в прямом эфире, о чем ты мечтаешь на Новый год. Я сказала, айфон. Я мечтаю айфон, но я хочу, чтобы мне его подарили, чтобы оно пришло откуда-то извне, потому что семейный бюджет я на это тратить пока не готова. Есть более важные дела. Какие красивые подарки, фонарики. Красиво. Иду такая, думаю, ой, молодец, почти все по списку купила. Сейчас я до спортмастера доеду только. И такая, краску не купила. Я как знала, понимаете? Я ее записала там в уголочке. У меня на лбу ее, похоже, записали, чтобы я не забыла. У меня все вылетает из головы. Это какой-то трэш-пэш, блин. Вот, кстати, машинка моя, вон она стоит. Жопа черная торчит, видите? Это она. Я ее припарковала прям у входа. А сама хожу, блин, по всему ТЦ. Просто супер-пупер я молодец. Все купила, все купила. Так, ну, я особо сильно не показывала, потому что я там кое-какие покупки покупала, которые как бы, в общем, не обязательно показывать. А в Ашане купила себе два сухих шампуня, кстати. Один с Йосом, там по скидочке был. Второй тоже был по скидке, там по акции за 159 рублей. У меня, оказывается, недавно на фотосессию собиралась, или что-то мне надо было сделать, воспользоваться сухим шампунем, а у меня все позаканчивалось. Но я в Фаберлик беру все время шампунь, но тут решила новенькие попробовать. Я люблю иногда. Поэтому взяла два больших сухих шампуня по акции. Там получилось 350 рублей, по-моему. Вот, что я себе взяла. А, ну и зубную нить. Без зубной нити я не могу. В Ашане взяла. А так я больше там брала всякие, всякое такое брала по списку. То, что нужно было мне купить. По заданию. У меня партийное задание было. А вот, поэтому не показываю то, что какой был шопинг. Но так немножко вам показала. И, кстати, на свой второй канал я выпущу видео о Ашане. То есть я была в Ашане и прям отдельненько подсняла именно все новогоднее, что там продается. И по ценам, ну, акцентировала немного внимание на каких-то моментах. Ну, такое мини-видео. Я не знаю, ну, наверное, минут на 10, если выйдет. Если не 8, да. Ну, просто такой вот забег в Ашан. Отдельно. Сюда, я думаю, не стоит его вставлять. Потому что можно сделать отдельно новогоднее видео о Ашан. Зачем же мне? На второй канал, тем более. Да, у меня там давно что-то не было. Ни Ашана, ни ленты. В прошлом году я прям и лентой, и Ашан у меня было. И все-все-все. А вот еще просят меня в Галамарт сходить, показать новогоднее. Тоже надо будет сходить. Вот такие вот дела. Ой, что же я торможу? Мы едем. Тут светофор все время не работает. Мне все время хочется на нем остановиться. Вот. Короче, я собой горжусь. Но представьте, я целый день потратила. Сейчас 4 часа. А я выехала. Ну, да, в 12 я, конечно, выехала. Считай, 4 часа я и потратила. Да, час, два, три, четыре. Ох, и устала-то как, извините меня. Сейчас я приеду домой, у меня вообще с силов не будет ничего делать. И батарейка хорошо еще не села, но сядет сейчас. Я бы еще в фикс прайс бы, конечно, забежала, но батарейка сядет. Надо ее зарядить. А завтра, возможно, я буду окрашивать свекровь свою. Поэтому и времени-то нет фикс прайс забежать. Часто я в свои силы верю, блин, больше, чем на самом деле я просто физически могу сделать. И вот сейчас я такая думаю, все, еду, сейчас заеду в фикс прайс. Тут новый открылся фикс прайс. И я проезжала мимо, увидела, думаю, обязательно надо заехать. Будет интересно. И сейчас, пока я к нему еду, я понимаю, что, о, закончилась еда еще у животных. И наполнитель надо купить. Взяла грандорф, который я беру. Сейчас его, короче, большими пачками нет. А маленькая пачка, ого, стоит. А там всего-то, господи, 500 грамм в маленькой пачке. Я говорю, что еще есть холистики? Сейчас другой взяла. Домой приду, покажу вам, что я им взяла. Новая. Ну, сразу два этих, там 83% содержания мяса. Вот, сейчас понимаю, что мне краску надо купить, блин, вперед фикс прайса. И думаю, сейчас я пока туда-сюда заеду, и все, уже за малым, уже 5 часов. Некогда мне будет. А я час, я уже заметила, что час я провожу время в магазине, когда снимаю фикс прайс. Вот, поэтому, короче, сейчас я за краской и домой. Все это дело подниму и спокойно пойду за Дэней. Нам уже зашили наш комбинезон, надо тоже за ним зайти, за комбинезоном. Вот, а фикс прайс тогда в ближайшее время схожу. Ой, крошки мои. Короче, зашла я, краски у них в наличии нет, но вроде бы она позвонила хозяйке и сказали, что завтра после двух мне привезут. Я две краски заказала и оксид на 12%. Самый недорогой получается капус. Там литр 12% стоит 300 рублей, 299. Эстель стоит 399. А Лондо стоит 899. Думаю, блин, какая разница, какой оксид вообще. Ну, кстати, и многие профессионалы говорят, что нет разницы, какой фирмы брать оксид. Поэтому мы возьмем тот, который дешевле. Вот, все заказала, но, ты-ды-ды-ды-ды, внимание, скоро будет видео. Я буду тестировать то, что ни разу еще не тестировала. И давно хотела попробовать эту тонировку. И мы ее, наверное, попробуем на волосы еще не покрашенные, чтобы потом как бы понимать, что нам делать с волосами. То, если мало ли, я сейчас перетонируюсь этой штукой, то чтобы оно успело смыться или хотя бы я их тогда буду чистить. Не знаю, что я буду делать. В общем, что-то надо будет потом сделать. Поэтому пока волосы не покрашенные корни, я думаю, что я вот на днях затестирую эту штуку. Покажу вам. Та-дам! Та-дам! Приехали мы дома. И, точнее, я дома. Я думала, уже 6 часов. Сейчас бросаю сумки, бегу за малым. А сейчас только 20 минут 6. У меня еще 40 минут. Сейчас пока разберу и перекушу. Я же ничего не ела. Поехала, я ничего не ела. Я съела перед выходом, девочки, половинку салатика, который у меня остался вчера. Помните, я полтора съела, половинка осталась. И я утром быстренько такая захомячила. И все. И два кофе. Время пол шестого. Так что сейчас я еще... У меня есть мимоза там. Мы сейчас салатик съем. Так, быстренько показываю. Вот, смотрите. Космия. Какой-то 159 рублей стоил. Это был по акции. Я его взяла. Съез сухой шампунь. Ой, он легче как будто. Этот тяжелее. А тут легче. 200 и 200. Весит по-разному, слышите? Тоже 200. А, ну, может быть, вот этот вот имеется в виду тяжелее. Сам баллон, а этот легче, да? Короче, этот тоже где-то 200 рублей стоил. Этот 159, этот 200. Короче, сухой шампунь всегда нужен. Люблю свою любимую ниточку. У меня заканчивается уже. Я переживаю, что они заканчиваются. Взяла новую. Такая вот скидка у меня будет с 10 января по 10 февраля. Наверное, дополнительная еще к своей. Я взяла ирландский крем. Он мне больше всего нравится. Кофе очень мягкий. Прям с ним такой, знаете, мягкий аромат. А вот лесной орех. Это у них акция была. И я взяла лесной орех. Так, краску я не буду показывать, какую я взяла. Точнее, это не краска, это кое-что другое. Но тонировать должно нормально. Цвета на раскладке были очень яркие. Вот. Ну, посмотрим, короче. И вот это я кое-что взяла. Это тоже будет контентик. А я не знаю, на каком. Наверное, на главном канале сделаю вот такое. Да. Это на главный канал, наверное, будет. Вот. Так что окрашивание на главный канал. Вот это на главный канал. Ладно, подскажу. Нет, не подскажу. Будь сюрпризом. Ну, что-то новенькое. Давно такого не делала на главном канале. Вот. Короче, пошла кушать. Слушайте, ну всё. Забрала Данечку с садика. Забрала наш комбинезончик. Отлично. Ставила куртку. Так хорошо пошили, что я так бы и не пошила сама. И день закончился очень даже хорошо сегодня. Точнее, заканчивается. Нет мыла. Мыла нет? Закончилось мыло? А пена. Пеной воспользуюсь. Хочу сделать себе чаю и переодеться. А знаете, что ещё я решила сделать вечером, чтобы порадовать себя? За такой прекрасный день, который я себе подарила. За такие прекрасные эмоции, которыми я сегодня себя наградила. Как-то всё прям по фэншую было сегодня. Прям реально необычно, когда никуда не надо спешить. Блин, класс. Ещё и шоппинг выехала из дома, что-то как-то пошаталась. Никуда не бежала. Вообще по кайфу. Я хочу ещё принять ванну с солью. Завершить, заглинцевать весь этот день. Так что пошла. Соль, который я брала в фикс прайсе, по-моему. Кусок соли выстрел. Вот это прикольное, кстати. Вот забыла показать вам новая еда. 1490, чуть дешевле. Смотрите, 83% Animal Protein. Короче, мясо 83%. Это у нас индейка для стерилизованных. Light. Вот. И вот этот снежок неплохой. Нравится мне. Здесь крупненький силикогель. Такой. И довольно-таки хорошо впитывает. Стоит вообще 300 рублей. Вот. Короче, беру себя тут недалеко на районе. Ну что, ванна наша нагрилась. Ой, горяченькая я. Чуть похолоднее надо. И ещё пены надо. Пены мне. Пена у меня Fiberlic. Вот так вот. Всё. Вот так. Майонезикл. Короче, всё. Пойду расслабляться, а потом спать. Субтитры сделал DimaTorzok